Знать каждую деталь контрольно-измерительного оборудования и уметь налаживать автоматические линии и приборы. В Мирный приехали лучшие наладчики со всех производственных площадок Алроса. За звание профессионала боролись 10 претендентов. Кто же одержал победу, узнала Августа Степанова. Конкурс профессионального мастерства на призы проф.алмаз среди наладчиков КПА проходит впервые. Игорь Коновалов представляет Трест Алмаз Автоматика. Слесарь-наладчик с 35-летним стажем. Специалист-универсал. Знает все этапы автоматизации наладки, но к конкурсу все равно готовился. Как и все, потому что все помнить невозможно. В практике, в работе мы же пользуемся литературой, а здесь нужно все, чтобы в голове было. Своё профессиональное мастерство показывают специалисты всех промышленных площадок Айхала, Мирного, Накына и Удачного. Им предстоит пройти два этапа, но сначала нужно ответить на теоретические вопросы. С заданием наладчики справляются всего за несколько минут. Стенды первый раз вижу. Ну, вообще, очень хорошие стенды. Раньше таких не было. Я думаю, сейчас для нынешней молодежи, которая учится, это очень хорошие стенды. Будут очень хорошо. На них практические навыки зарабатывать. По итогам двух туров третье место досталось Денису Налетову – Нюрбинский горно-обогатительный комбинат. Второе место занял представитель «Алмаз-автоматики» Игорь Коновалов. Ну, а первое место завоевал Александр Долгов – слесарь и наладчик КПА Мюрненского комбината. Специальным призом за волю к победе отметили Георгия Хулилидзе из Удачного. Конкурсы профессионального мастерства на призы профсоюза «Профалмаз» продолжаются. Электромонтеры, сварщики, машинисты, слесари и наладчики КПА. В своей очереди ждут повара, водители и даже журналисты. Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова